Вести налоговые каникулы попросила Ассоциация рестораторов правительства Татарстана. Сейчас многие владельцы точек общепита не в состоянии выплачивать обязательные финансовые отчисления. Обеспокоенность с состоянием бизнеса из-за пандемии коронавируса на неделе на встрече с Путиным высказывали и крупные промышленники. Они попросили главу государства не вводить в Россию тотальный карантин, а ограничиться точечными мерами. Президент позицию поддержал, заявив, что у правительства нет таких планов. Между тем, частичные ограничения в ряде регионов уже вводятся. Например, до конца ноября в Питере запрещена работа предприятий общепита по ночам. О возможных ограничениях в работе татарстанских кафе и ресторанов на неделе сообщили в Республиканском Роспотребнадзоре. По словам замглавного санитарного врача Любови Авдониной, сейчас они будут изучать вопрос уменьшения времени работы заведения общепита, как, например, в других регионах. Однако, пока по их словам, ситуация позволяет функционировать в том формате, в котором рестораторы трудятся сейчас. Специалисты отметили, что нарушений в заведениях общепита на данный момент меньше всего. Тем временем предприниматели жалуются, что они находятся в очень сложной ситуации. Посещаемость упала на 50%. И если такая ситуация продержится еще хотя бы месяц, многие заведения будут вынуждены закрыться. Если немножко откатиться назад, с 15 июля, когда мы открылись, мы поставили себе прогнозы по определенной выручке. Но мы были уверены, что она не будет такой, которую мы получили. По факту мы получили гораздо больший трафик и, соответственно, выручка выше наших ожиданий была. Но, тем не менее, это не говорит о том, что мы так встали на ноги после пандемии. Это говорит только о том, что мы смогли покрывать свои текущие расходы. Потому что те долги, которые мы генерили за 4 месяца простое, они остались с нами. Но, тем не менее, июль, половина июля и август были очень замечательными для ресторанов и бизнеса. Народ соскучился. Когда люди соскучились, поводили, наверное. Да, и люди с таким удовольствием приходили, с семьями. И туристов было очень много, потому что мы понимали, границы закрыты. Внутренний туризм. Весь турпоток направлен был. И мы третий по статистике были, посещаемости после Москвы и Питера. Поэтому мы очень радовались этим показателям. В сентябре, немножко когда начался учебный год, произошел спад. Но, тем не менее, сентябрь еще все равно был неплохой. Но 5 октября, когда уже мы увидели высокий темп прироста заболеваемости и пропаганда, так скажем, наверное, безопасного общения, то, что людям говорили о том, что меньше посещать общественных мест. И, как мы знаем, что начинают сразу же это отражаться на именно общественном питании, на досуговых каких-то мероприятиях, на развлекательных. И мы увидели падение сначала на 20%, потом на 30%. Вот сейчас уже есть предположение, что мы уже к 40% падения от оборота получаем сегодня цифры. Муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин обратился ко всем имамам мечети. Он призвал сократить время пятничного намаза и проповеди до 10 минут. Эти меры временные и связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. Более того, в обращении муфтия говорится, что всем, кто боится заражения, совсем не обязательно слушать проповедь духовных наставников. В условиях новой реальности допустимым считается покинуть мечеть сразу же после обязательной молитвы и приветствия. Ранее Камиль Хазрат Самигулин рекомендовал воздержаться от посещения коллективных намазов верующим старше 65 лет. Именно во время массовых мероприятий идет контакт с наибольшим количеством людей. Ведь дело здесь еще не только в том, чтобы проконтактировать с человеком, который заболел коронавирусной инфекцией. Даже не имея симптомов, человек все равно может быть заразным для других. Но дело еще в том, что вирусная экспозиция, то есть то количество вирусных частиц, которые выделяет человек, если их становится больше, то тогда вероятность того, что вы заболеете, она становится тоже больше. Поэтому одно дело, если вы через маски разговариваете с человеком, который страдает коронавирусной инфекцией, это одно. А если у вас несколько человек, а вы без масок, то это будет гораздо хуже. Поэтому массовые мероприятия, я считаю, что вообще максимально надо запретить и хотя бы ограничить. Я не согласна, что надо полностью всех изолировать. Это не поможет. Все равно люди ходят друг к другу в гости, они все равно посещают, они ходят на какие-то свои закрытые мероприятия. Мы об этом все прекрасно знаем. И для экономики это будет огромная потеря. Поэтому я считаю, что здесь важна самодисциплина человека. И чтобы люди не только сами надевали маски и старались дистанцироваться друг от друга, но и при этом напоминали другим людям, что это необходимо делать. Лечебные учреждения Татарстана еле справляются с потоком пациентов. В набережных Челнах диспетчеры скорой помощи принимают по 800 звонков в день. В обычное время эта цифра была в два раза меньше. Через месяц вызовов может стать еще больше, прогнозируют медики. Сотрудники скорой стараются приехать ко всем пациентам, но иногда больным приходится их ждать по часу. Как медперсонал справляется с такой большой нагрузкой, узнавала Валерия Новожилова. Сегодня на пульты диспетчеров поступают около 800 звонков в сутки. Рекорд был установлен во время первой волны коронавируса. В июле поступало тысяча звонков в день. И большинство из них от людей с симптомами вирусных заболеваний. К сожалению, оперативно выехать на вызов не всегда представляется возможным. Одна бригада выполняет за смену 20 вызовов. Работают посуточно. Во время съемки нашего сюжета все бригады были заняты, а звонки продолжали поступать. Вызовов очень много, да, висит у нас на компьютере. В первую очередь отправляются срочные вызовы, бессознание, ДТП, маленькие дети, срочные. Приходится выбирать вызовы, по срочности отправляются. Потом в дальнейшем уж все вызовы обслужены. Все сотрудники скорой медицинской помощи работают в масках и перчатках. К человеку с температурой выезжают в спецкостюмах и респираторах, рассказала заведующая центральной станции скорой помощи. Все средства индивидуальной защиты разовые. После вызова они снимаются в емкости с дезораствором, потом утилизируются. Второй раз уже их не наденут. В салонах всех автомобилей работают бактерицидные лампы закрытого типа. То есть они обеззараживают воздух, чтобы в таком маленьком пространстве не произошло заражение. Фануза Попова также отметила, что несмотря на занятость бригад, все вызовы обязательно обрабатываются. Но в случае, если у человека температура не выше 38,5 градусов, медики советуют принять жаропонижающее средство и по возможности обратиться сначала в поликлинику. Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, новости Татарстана. Не всегда коронавирусная инфекция дает положительный тест, если мы говорим о тестах. Поэтому я и своим знакомым, который сейчас в массовом просто порядке, мне звонит и пишет, и просит каких-либо там рекомендаций, я первый вопрос задаю, зачем вам этот тест, зачем вам этот самый мазок. Хорошо, будет он положительным, одно дело, будет он отрицательным, но если я вижу эти симптомы, которые полностью говорят о коронавирусной инфекции, что изменится? Зачем нагружать сейчас еще здравоохранение, нагружать работу врачей вот этими самыми мазками? Потому что от этого ничего не поменяется, если я вижу симптоматику, которая абсолютно подходит под коронавирусную инфекцию. Надо лечиться, а не ходить в разные места, где вы можете заразить еще других людей, это же самая коронавирусная инфекция. Вот эта коронавирусная инфекция, она, конечно, опасный тип, что симптоматика очень разнообразная, и даже в одной семье у всех могут быть абсолютно разные симптомы. И совершенно неожиданные иногда симптомы. Во-первых, если вы были в контакте с человеком, который болеет коронавирусной инфекцией, не надо бежать задавать мазок, не надо бежать делать компьютер-томографию, тем более. То есть не надо суетиться и пытаться сразу охватить все. Тем более принимать какие-то препараты, которые не доказали свою эффективность. Если у вас появились такие симптомы, как повышение температуры, отсутствие обоняния, отсутствие вкуса, хотя они не обязательны. Если у вас появилась одышка, ощущение жара в области груди, у многих отмечается выражена потливость, когда человек просыпается, и как будто, наверное, литр в пять просто пота с него сошло. Общая слабость, выраженная боль в мышцах, сильная головная боль. Это, в принципе, признаки того, что вероятнее всего у вас коронавирусная инфекция. И вот эти признаки говорят о том, что надо звонить, я так понимаю. Нет, эти признаки говорят о том, что, скорее всего, у вас коронавирусная инфекция. Хотя, конечно, и ОРВИ, и грипп никто не отменяет. Вы перечислили прям какую-то тяжелую степень. Нет. Дело в том, что легкая степень, она характеризуется тем, что у человека температура не повышается выше 38, больше трех дней, у человека нет явной одышки при малейшей физической нагрузке, то есть вы спокойно можете какими-то делами обычными заниматься, у вас нет одышки явной. И у человека нет снижения сатурации кислорода, то есть вот здесь я бы призвала население иметь дома хоть один пульсоксиметр. То есть это такой маленький аппарат, который можно измерить на пальцы. В каждой аптеке? Без рецепта? Они, естественно, без рецепта, они есть в различных магазинах медицинских товаров, можно купить и в интернет-магазинах, то есть их легко можно, в общем-то, найти. Купить, иметь пульсоксиметр для того, чтобы определять, нет ли снижения сатурации кислорода, то есть насколько насытилась наша кровь кислородом. Если вы видите, что идет снижение сатурации, то в этом случае, если ниже 95, это уже признак того, что да, скорее всего, у вас есть пневмония, и вам необходимо уже здесь принимать меры. Если вот все те симптомы, о которых я ранее сказала, имеются, и у человека нет факторов риска, то есть это молодой человек, кто 65 лет, у него нет, допустим, ожирения, сахарного диабета, перенесенных онкозаболеваний, инфарктов, инсульта, ишемических болей сердца, гипертонии, хобла, то есть это не курильщик с большим стажем, да, и мужчина, кстати, это тоже фактор риска. То есть если всего этого нет, то можно обойтись наиболее такими легкими вариантами лечения, которые прописаны у нас в методических рекомендациях, сейчас вышла версия 8.1. Это все в открытом доступе есть. В интернете? В интернете, да, то есть везде можно найти. Куда надо зайти? На сайт Министерства здравоохранения? Да просто вбить в гугле версия 8.1, временные методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции. На неделе стало известно о росте цен на целый перечень продуктов. В Уфас заявили о намерении усилить контроль за магазинами. Тем более, что в республике есть где разгуляться, нарушений масса. Чего только стоит выходка предпринимателей в начале пандемии весной, когда маски, градусники, лимоны и имбирь подскочили в цене в 10 раз. За килограмм цитрусовых в некоторых магазинах просили по 1000 рублей, а за имбирь по 3000. Все виновные найдены и уже оштрафованы, заявили в антимонопольной службе. Сейчас там работают над новыми тревожными сигналами. Это борьба с различными злоупотреблениями. Это борьба с различными попытками использовать кризисные ситуации. А всегда такие люди есть, которые хотят использовать различные кризисные ситуации к себе во благо. Когда был объявлен режим повышенной готовности, когда уже не секрет появлялись отдельные наши производители, которые пытались пользоваться ситуацией, завысить цены. И здесь, конечно, благодаря совместной работе и наших коллег с антимонопольной службой, правоохранительных органов нам удалось сдержать рост цен, нам удалось обеспечить товарами первой необходимости нашей торговой сети. Тем временем в России отмечается рекордный рост цен на подсолнечное масло 8% с начала года. По данным Министерства сельского хозяйства республики в Татарстане, за 8 месяцев произведено почти 280 тысяч тонн нерафинированного масла и 120 тысяч рафинированного. Обеспеченность данным видом продукции составляет 691%. Ведомстве заверяют, идет работа по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Данные прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой. Подорожал в Татарстане и хлеб. Производители сетуют на повышение затрат. Больше всего подорожал маргарин примерно на 30%. Следом идут мука второго сорта и газ. При этом сливочное масло стало дороже лишь на 3,5%. Министерство сельского хозяйства датирует производство социальных сортов хлеба. Это 4,5 рубля на килограмм продукции. Данные сорта фигурировали в ходе проверки, устроенной Федеральной антимонопольной службы в уходящем году. Тогда цены поднимались в период весеннего режима самоизоляции. Татпотребсоюз направлял письма производителям хлеба о возможности повышения цены на 10%. Повышение цены было обусловлено вот этими факторами. Подорожаем цены на сырье, подорожаем цены введением каких-то дополнительных расходов на персонал, организации удаленной работы и так далее. Одно из самых заметных повышений недели – сахар подорожал почти на 10%. Если несколько дней назад его средняя стоимость была 35 рублей за килограмм, то сегодня уже 40-45. По данным Росстата, в некоторых регионах рост составил 9,5%. Скачок коснулся как гипермаркетов, так и магазинов у дома. Сегодня специалисты Министерства сельского хозяйства республики отметили, что вины аграриев в этом нет, урожайность стабильная. Однако казанцев это нисколько не успокоило, ведь рост цен на продукты серьезно сказывается на бюджете людей. Замечаю на другие продукты, вот обращаю внимание. Пенсии-то не 50 тысяч, а шиш да маленько. Ну я откажусь от сахара, да и так его нет, это редко очень. И вообще желательно, что не обязательно он для меня. Сахар это биржевой продукт. Если мы посмотрим прошлые годы, статистику прошлых лет, допустим в 2016-2015 году цена была еще выше. То есть у нас не идет рост цены на сахар, идет просто восстановление нормальной рыночной цены. Одной из причин нынешнего подорожания сахара ряд экспертов называют решением Министерства сельхоза сократить посевы свеклы. В последние годы отмечалось перепроизводство сахара в стране и как следствие формирование огромных запасов этого продукта и обвал цен. С одной стороны сокращение пассивных площадей, с другой стороны еще не надо забывать, что у нас основными производителями сахарной свеклы, как сырья для переработки сахара, является Краснодарский край, Ставропольский край. Вот в этих краях в этом году наблюдалось, в общем-то, не совсем благоприятные погодные условия, засуха и пересев большинства площадей. И это привело к снижению урожайности сахарной свеклы на 25-30%. Соответственно, с одной стороны сокращение пассивных площадей, с другой стороны уменьшение производства валовой сборы сахарной свеклы. Соответственно, она предполагает, что и по данным экспертов Союз Сахара где-то получить в этом году 5,2 миллионов тонн сахарного песка. А внутренний потребность сахарного песка составляет 5,5-5,8 миллионов тонн. Я сказал уже так, но, тем не менее, не надо отчаиваться, потому что у нас есть запас сахарного песка за предыдущие годы, где-то это по расчетам экспертов составляет 2,5 миллиона тонн. То есть, если даже мы произведем 5,2 миллиона плюс 2,5, где-то общие сложности, у нас будут иметься запасы где-то 7,7, около 8 миллионов тонн. Так что здесь беспокоится не надо. И, в общем-то, население, если, допустим, такой большой надобности сахарного песка в данный период, я считаю, не наблюдается. Но немножко надо ожидать, что сахарные заводы, переработчики и будут перерабатывать до декабря месяца ввесь все корни плоды, которые произведены. Тем более, еще уборка не завершена. А республика Татарстан урожай составляет где-то 400-437,1 гектара. И, я так думаю, как и предыдущие годы, мы себя полностью обеспечиваем сахарным песком. На неделе суд о набережных Челнов отказал в удовлетворении ходатайства следствия, отбивавшегося заключения под стражу Ильнура Ахметова. Ио главы исполкома Муслюмовского района подозревается в превышении полномочий и мошенничестве на 88 миллионов рублей. По версии следствия, именно на эту сумму в 2019 году Ахметов незаконно списал из баланса района недвижимость и сельхозтехнику. Свою вину задержанное не признал, чиновнику изберут в другую меру пресечения, пояснили в прокуратуре республики, добавив, что вопрос по части апелляции будет определен после изучения судебного решения. Жители деревни Старый Дрюш вышли на защиту своей деревни от установки сотовой вышки. Подготовительные работы начались еще неделю назад, когда местные узнали, что планируют установить, вышли и преградили путь специальной техники. Противники установки заявили, вышка хоть и улучшит сотовую связь, но обернется для них различными болезнями из-за облучения. Жители деревни Старый Дрюш идут на защиту территории своей деревни и против установки вышки сотовой связи. По словам жительницы села Анны Закировой, подгодовительные работы по установке вышки начались еще неделю назад. Сегодня ранним утром жители устроили массовую сходку на месте установки, пытаясь помешать монтажникам. Произошла стычка, в результате которой пожилая жительница села попала в больницу. Одну бабушку толкнули, она упала, в другой рамеле брызнули в глаза газом. Конструкцию ставят на территории деревни. Народ требует убрать ее за пределы поселения. Облучение. Потом, со вторых, у нас лета есть, вышка рядом, друг друга будут перебивать. В данном месте население противодействует, уверяет, что это излучение электромагнитное, которое выделяет эту вышку, будет их убивать. Да, излучение есть у всего. Это я не исключаю. Есть у телефонов, у проводов электропередач, у этих вышек сотовой связи. Но какое оно? В общем, вопрос. Минцифры Республики Татарстан прокомментировала установку вышки сотовой связи в Тукаевском районе. Они сообщили, что о сотовой вышке просили сами жители населенных пунктов, которые жаловались на плохую связь. Установка базовых станций направлена на расширение зоны покрытия. Специалисты устанавливали в деревне. Только опору для сотовой вышки возведение самой станции планировалось позднее. В данный момент законность установки вышки проверяет прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку законности установки оборудования сотовой связи в этом населенном пункте. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. В конце сентября жители села Старая Абдулова в Тукаевском районе также пытались воспрепятствовать установке вышки сотовой связи. Они сообщили, что на территории их населенного пункта рабочие без разрешения установили вышку 5G. В результате противостояния конструкция была установлена за пределами села Старая Абдулова. Данная вышка не будет опасна, если в данном контексте рассматривать. Потому что были предпроектные работы по ее излучению. Это любая база станции, когда устанавливается. Там делаются предпроектные работы, которые проверяет Роспотребнадзор данный проект по электромагнитному излучению. И потом уже после строительства, после запуска идут реальные замеры. И реальные замеры осуществляются во множество точек вокруг нее. Но если в целом сказать про вред установки базовых станций, то по мнению Всемирной организации здравоохранения, это организация, которой невозможно не доверять, из десятки тысяч экспериментов, поставленных, нет ни одного подтверждения о том, что в краткосрочном или долгосрочном периоде времени какой-то вред здоровью осуществляется. Нет ни одного доказательства. Любая базовая станция начинает свой жизненный путь с того, что радиопланировщики определяют место, куда нужно поставить очередную базовую станцию для улучшения покрытия. После этого на месте производится выезд, выбираются наиболее оптимальные места размещения, заказывается проектная документация, в обязательном порядке производятся расчеты санитарно-защитных зон, зоны ограничения застройки. При том, что расчеты эти производятся не только для данной базовой станции оператора, они производятся с учетом излучения от существующих источников электромагнитного излучения, которые есть в радиусе действия. Ну что по-простому, это если рядом стоит другая базовая станция, другого оператора, то она тоже берется в расчет, чтобы... И она тоже учитывается в этих расчетах, чтобы общее поле не превышало допустимые нормы. После этого документы проходят экспертизу, Роспотребнадзор выдает так называемую форму Р1, которая подтверждает правомерность проектной документации, после чего только мы можем приступить к строительству данной базовой станции. После того, как базовая станция построена, в обязательном порядке производится измерение полутности электромагнитного излучения. А с какой частоты проводятся экспертизы такие? Уже после установки, соответственно. Экспертизы, значит, проводятся непосредственно после запуска базовой станции, для получения уже следующего документа формы Р2, подтверждающего возможность эксплуатации. А потом они производятся после каждой модернизации, после изменения параметров и регулярно раз в три года. Трафик, потребляемый абонентами, он сейчас растет по экспоненте практически. То есть ежегодно удваивается количество скачанной информации каждым абонентам, и этот рост пока мы видим прям очень в такой тренд, он восходящий. Соответственно, удовлетворить потребность в качественном сервисе, и здесь необходима базовая станция. Что же касается наделавшего много шуму 5G, то еще в мае в Минцифры Республики сообщали о неготовности рынка к массовому приему этой сети. Сейчас 5G в Татарстане существует в первую очередь для высоких технологий. Две основные тестовые зоны сети – это Иннополис и КАМАЗ, где развивается проект по беспилотникам. А все разговоры о вреде вышек 5G, по мнению экспертов, не более чем фейк, который распространяют люди с низким уровнем технической грамотности. Кто-то так хайпанул, поймал хайп, смешав ковид с 5G. Даже взять, ну, не секрет, для любого радиосигнала нужна антенна. Так вот, для того, чтобы чип вещал в диапазоне 5G, должна быть антенна минимум 7 мм длиной. Соответственно, незаметно ее разместить в теле человека. Это еще все каждому нужно. Да, это еще до каждого дойди, каждому вживи. Ну, бред. Страх перед новым, мы это еще помним с начала синематографа. Эти первые кадры, мы помним, это паровоз, как кинозалы разбегались с ужасом. Все, что новое и неизвестно, оно пугает. В процессе жизни, даже вот, ну, глядя репортаж, мы видим, как те же собравшиеся жители там активно пользуются мобильными телефонами. Их почему-то это не пугает. А вышка вот испугала. Ну, давайте мы выбросим телефоны и уйдем в эко-районы, в какие-то отдельные деревни. Пожалуйста, можно же так и ввести. Пугает неизвестность, а здесь уже достаточно такая высокая наука, наверное, уже наукоемкий процесс. И он, может быть, ну, не для всех, ну, не все разобрались в этом вопросе. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова